5 июня состоится общереспубликанский референдум по поправкам в Конституцию Республики Казахстан. Депутаты областного Маслихата провели круглый стол с целью ознакомления с предложенными поправками в основной закон. В дальнейшем в сельских округах будут организованы встречи с рабочими коллективами и жителями области. 29 апреля текущего года на 31 сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Касым Жумар Тукаев предложил провести общереспубликанский референдум по внесению поправок в Конституцию Республики Казахстан. Событие является важным элементом демократических преобразований. Это масштабный процесс волеизлияния граждан, который проявляется в голосовании по наиболее важным для государства и общества вопросам. Действующая Конституция в настоящее время состоит из 98 статей. Планируется в 31 внести изменения и добавятся две новые статьи. Но, конечно, за это будет голосовать народ. Если народ поддержит эту инститиву президента нашего, то это поправки статьи будут внесены в Конституцию. В рамке подготовки к референдуму депутаты всех уровней, члены партии Аманат активно включались в работу по разъяснению поправок в Конституцию Республики Казахстан. В областной ассамблее народа Казахстана депутаты областного маслехата провели круглый стол с общественностью с целью ознакомления с предложенными поправками в основной закон. 30 лет нашей независимости мы всегда активно стремились к участию в управлении государством. И прекрасно понимаем, что политическая система не совсем демократизирована. Поэтому мы, как депутаты партии Аманат, включились в работу по разъяснению этих поправок. Мы объездим сельские округа, рабочие коллективы, встретимся со всем населением области и ответим на все вопросы, касающиеся поправок в Конституцию Республики Казахстан. Не оставим без ответа ни одного вопроса. Референдум проводится во многих демократических государствах. В прошлые годы референдум по внесению изменений в Конституцию проводился нашими политическими и экономическими партнерами в России и Кыргызстане. Напомним, что это второй в истории страны референдум. До этого он проходил в 1995 году по вопросам продления срока полномочий президента и принятия действующего основного закона. Наталья Итова, Амрек Батай, Михаил Казначеев. Служба новостей.